Приветствую, друзья! Компания AIMA получила наибольшее распространение после выхода своего ультрабюджетного хита DAC A5 Pro. Аппарат действительно оказался очень достойным, однако потчевать на лаврах производителю оказалось не с руки и сегодня мы с вами познакомимся с сапом чуть более высокого ценового сегмента AIMA DAC A6. Строится он на популярном сегодня конвертер ESS ES938Q2M, USB на чипе XMOS XU208, а Bluetooth на Qualcomm CSR8675 с поддержкой APTX HD и льда кодека. В общем, теперь это вполне актуальное решение с поддержкой всех современных технологий, так что должно быть интересно. Собственно, поехали. Пришел аппарат среднего размера картонной коробки с указанием цвета устройства и адресом официального сайта. В комплект нам положили вот такой огромный мануал с подробным описанием настройки, гарантийный талон, метровый USB кабель и блок питания на 12 вольт-полтора ампера. Корпус у ЦАПа полностью металлический с четырьмя резиновыми ножками снизу. Из ходов мы имеем Bluetooth, APTX HD и льда кодеками, классический USB оптику и коаксиал, а на выходе только стандартную RCA пару. Передняя же часть полностью отдана под кнопку включения, она же переключает входы, небольшой OLED-дисплей и многофункциональный регулятор уровня сигнала, который при нажатии срабатывает как отключение звука Mood. На главном экране отображается активный вход, текущее качество сигнала и уровень громкости как цифровой, так и в виде линии прогресса. При работе аппарат абсолютно не греется, немного только смущает зеркальность передней панели. Для разбора необходимо открутить все шесть винтов сзади и фиксирующую гайку под регулятором уровня сигнала. На плате, как и обещано, видим ЦАП ESS и ES938Q2M, USB-чип XMOS XU208, CSR8675 на Bluetooth и сменный операционный усилитель LME49720. Следовательно, звучание данного ЦАПа можно будет подогнать под собственные вкусы при помощи DIP-8 усилителей. Кстати, выбор LME49720 вполне себе оправдан. Пользоваться ЦАПом очень просто. К РСЕ подключаем усилитель или активную акустику, а на один из входов подаем сигнал. Далее нажимаем кнопку на передней панели, ей же выбираем вход и по вкусу регулируем уровень сигнала. Я свой девайс обычно подключаю по USB к ноутбуку или по Bluetooth к смартфону. Тут как вам будет удобнее. Ну и все, можно заводить свою любимую музыку. Под Windows 10 аппарат определился у меня автоматически, однако в инструкции производитель рекомендует скачать и установить соответствующие XMOS драйверы. Лазил на официальный сайт, ничего там не нашел. Зато на удивление таковой подошел от недавно бывшего у меня на обзоре ЦАПа DILVPOETRI. Можно ставить его, я ссылочку приложу. Данный драйвер позволяет использовать ЦАП со старыми версиями операционной системы Windows, открывает нам доступ к настройкам и реализует профессиональный ASIO-интерфейс. В панели Windows нам доступно разрешение до 24 бит, 384 кГц. Без драйвера, кстати, было до 32 бит, так что смотрите сами по обстоятельствам. Со смартфоном аппарат тоже прекрасно работает, причем на всех приложениях, играх и стриминговых сервисах. В том числе и через тот самый аудиофилский битперфект режим. Ну и как не вспомнить про возможности ЦАПа соединяться с любым источником посредством самых передовых блютуз кодеков. Для музыки это выбор, на мой взгляд, достаточно сомнительный, а вот с телефона завести стриминг или передать звук с телевизора, ну почему бы и нет. Ну и очередной раз меня очень приятно удивили замеры. Признаюсь, от АИМа все строчки в положении отличная, я вот никак не ожидал увидеть. На АЧХ только есть небольшое такое ослабление на 0.5 дБ на 20 кГц и шумы, если бы не импульсный блок питания, могли бы быть еще лучше, хотя казалось бы, ну куда уже. А так у нас прекрасный динамический диапазон и искажения ниже уровня минус 110 дБ, ровно как это было у Topping E50. Причем как гармонические, так и интермодуляционные. В общем, в этом плане DAKA6 меня очень порадовал, реально круто сделали. В стоке ЦАП звучит довольно чисто и нейтрально, немного поджимая выразительность и как следствие раскрытия эмоций. В связке с усилителем Topping L30 на наушниках MoondropCat отличия с портативным Shanling A5 были, но прям какие-то еле уловимые. Однако на более естественных по звучанию КБР Аврора аппарат от Shanling вытворял какую-то магию, в то время как АИМа продолжала играть немного отстраненно и неестественно сухо. Сравнивать же героя обзора с Topping E50 или с MSL SU-8S было просто бессмысленно. Это аппараты совершенно разного уровня, хотя по ценнику АИМа прямо наступает топпингу на пятки. Это, наверное, моя первая и основная претензия к DAK A6. 160 долларов с учетом акции это прямо для него верхний какой-то предел. Понятно, что звук здесь уже далеко не на уровне гиперпопулярного, но все равно ультрабюджетного DAC A5 Pro. Однако на 160 долларов аппарат тоже не звучит. По начинке согласен, на этот простянет, но не по звуку. Нет у него с одной стороны выразительности объема тембральной глубины, а с другой техничности и точности в построении музыкального полотна. В стоке хороший бюджетный ЦАП без претензий на уровень E50 и уж тем более SU-8S. Далее вот я начал играть с операционниками. OP276 дает очень низкий уровень сигнала, так что его не считаем. А с OP1622 никаких существенных отличий со стоком я не нашел. Все также жиденько и как-то пресно. А вот с LM6542 начались уже откровения. Это реально было интересно слушать. Сцена к нам чуть приблизилась, да и образы наполнились глубиной и объемом. Не кардинально, но уже ощутимо. С этим операционником ЦАП вполне внушает. Но добил меня когда-то давно купленный V4ID. Куда я его только не подключал, везде было откровенно не очень. А в DAC A6 он буквально раскрылся и вдохнул жизнь в звучание. Да так, что это уже было просто круто. За такой звук 160 долларов отдать совершенно не жалко. Стоит сейчас V4ID около 17 долларов, так что заряд крутости потребует совсем немного вливаний. По уровню, друзья, это уже совсем другой аппарат. Намного взрослее и богаче в плане звучания. И если в стоке мой вердикт был нормально, но не за такие деньги, то свои четыре ID я смело могу рекомендовать данный девайс к приобретению. Бас получил большой дополнительный буст, причем с сохранением всех скоростных показателей. Серединка чуть выдвинулась вперед и получила просто невероятный прирост в глубине, эмоциональности, объеме и вообще акустическом оформлении пространства. Высокие тоже не подвели. Все затухания струн и перкуссия наделены приятной слуху массой и уходят до самых своих верхних пределов, тоже без каких-либо искажений или артефактов. Ставили бы они этот операционник с завода, цены бы им не было. А так пришлось пройти весь спектр эмоций от безразличия к откровенному восторгу. По стилистике сколь-либо значительных ограничений для героя обзора я тоже не вижу. У ЦАПа в любой связке просто отличная детализация, разделение и все скоростные показатели. Возможно, на тяже кому-то не хватит массы на нижней середине, но и в этом случае вопрос легко решается установкой, например, операционника AD826. Что же касаемо джаза, рока, блюза, этники, оркестровой музыки, с V4ID получилось, ну, что-то неописуемое. Это даже не хорошо, это просто умопомрачительно круто. Прямо до магнетизма. Да и как еще объяснить то, что я с относительно бюджетным ЦАПом несколько дней прослушивал почти всю свою фанатеку. Главное, чтобы ваш усилитель на наушники или внешнюю акустику вывозил. На слух же действительно происходит очень серьезная трансформация и из какого-то неказистого звучания мы получаем, конечно, не самый топ, но то, что вполне может составить конкуренцию описанным выше E50 и SU-8S. Это уже реально хочется слушать. Запаса операционников у меня, к сожалению, оказалось не очень много, но вы вполне можете продолжить мои эксперименты самостоятельно, дополняя обзор в комментариях. А так то, что получилось, оставило меня в полнейшем восторге. Признаюсь, друзья, ну вот никак не ожидал. Подводя итоги, изначально стационарный ЦАП АИМА ДК-6 создал о себе довольно противоречивое мнение. С одной стороны, мы имеем самое актуальное на сегодня железо, даже Плютус тут с поддержкой АПТХ-HD или до кодеков, не говоря уже о каких-то фантастических значениях для PCM и DSD сигнала. Измерение тоже, как говорится, мое почтение. С другой, полное отсутствие балансных выходов и звучит это из коробки, но явно не на свои деньги. Я даже расстроился поначалу и думал данный ЦАП исключительно ругать. Однако интерес пересилил и я таки начал эксперименты с операционниками. Отчего ЦАП не просто стал лучше, он в полной мере этого слова раскрылся. Музыка стала естественной, живой и сверх выразительной. Слушать такое уже намного, друзья, приятнее. Да так, что тест DACA6 из серой рутины превратился в сплошное удовольствие. Еще раз напомню, топа он конечно же не рвет, но в своем сегменте он просто крайне хорош. Я бы даже сравнил его с Topping DX3 Pro Plus по уровню. Тем более, что и начинка у них соответствующая. Что сказать, неожиданно очень крутой девайс. Я доволен. Особенно оцените, как звучат тут струнные и духовые инструменты. Это чистый кайф. Это был стационарный ЦАП АИМА DACA6. А на этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.